Всем привет! Я Станислав Ивашкевич, руководитель Белорусского расследовательского центра. Сегодня я расскажу вам о том, кто в Беларуси дербанит деньги, полученные в казино от игроманов. И как это все может идти мимо бюджета кошелькам Александра Лукашенко. Почему я говорю дербанит, а не зарабатывают? Во-первых, потому что игромания или лудомания — это болезненное расстройство, согласно международному классификатору болезней, который составляет Всемирная организация здравоохранения. В Беларуси статистики игроманов не публикуются, но кандидат медицинских наук Михаил Воженин, который работает в новинках, сказал как-то в интервью газете «Республика», что в Беларуси посещают игорные заведения 3,5 миллиона человек в месяц. Причем около 7% из них по нескольку раз в месяц. Мы, конечно, не склонны сходу верить фактчеку государственных изданий, кого бы они там не цитировали, потому что могли теоретически переврать. Но общеизвестным фактом есть то, что руководство Беларуси сделало стратегическую ставку на игорный бизнес, как на средство пополнения бюджета. В 2010 году, после того, как игорные заведения запретили в России, за исключением нескольких отдаленных зон, Лукашенко издал указ о некоторых мерах по совершенствованию порядка осуществления действенности в сфере игорного бизнеса. В прошлом году в Беларуси было без малого 300 игорных заведений. И обслуживали они не только туристов из России или других нефтяных стран Востока, но и множество беларусов, для многих из которых это является проблемой. Человек, конечно, может осознать, что у него проблемы с игроманией и занести себя сам от 6 месяцев до 3 лет в черный список в Беларуси. Кстати, с 2013 года в этот стоп-лист в себя добавили почти 60 тысяч беларусов. Но как алкоголики, так и игроманы редко признают свою проблему и еще реже с ней активно борются. Национальная ассоциация США по проблемам азартных игр отмечает, что любой человек может стать игроголиком с вероятностью 48%. Ну, 50 на 50. Для сравнения, вероятность стать алкоголиком оценивается примерно в треть, а преступником в 6%. То есть существенная часть денег, которую казино вытягивает из своих клиентов в Беларуси, это пользование их душевным недугом, который мешает им быть полноценными экономическими субъектами. И поэтому соседние страны максимально ограничивают доступ населения к игорным заведениям, а Беларусь, наоборот, это поощряет. Но главное, и это вторая причина, почему я говорю «Дзербанят» и не зарабатывают, в белорусский бюджет от казино приходит совсем даже немного денег, если сравнивать с аналогами в соседних странах. Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в 4-миллионной Грузии, где около 170 игорных заведений, то есть в два раза меньше, чем Беларуси, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета. Эта индустрия приносит в грузинскую казну около 100 миллионов долларов в год. То есть страна, которая вдвое меньше, чем Беларусь, и в ней вдвое меньше казино, получает вдвое больше налогов, а процент от этих бюджетов в 10 раз больше. Куда деваются эти деньги, я расскажу чуть попозже, а пока давайте начнем с того, кому эти казино принадлежат. Итак, начинаем. Казино Шангрила. Оно было первое из крупных казино, которое перекочевало из Москвы в Минск после того, как в Москве казино запретили. Казино Шангрила находится в центре Минска, улица Кирова, 8, дробь 3. По тому же адресу, только с другими дробями, буквально в пару сотен метров, находится Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также спорта и туризма. Кто же владельцы? Смотрим сайт. Шангрила управляется компанией Атенаис. Двое совладельцев — это те же люди, что были и в России, а вот в Беларуси в 2011 году у них появляется таинственный партнер — фирма «Рослатон Холдингс Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Ее владелец — фирма «Империум Номинист», связанная с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом. Но это не значит, что президент Кипра — акционер минского казино, дело в том, что «Империум Номинист» — это так называемое сервисное бюро. Оно, как и следует из названия, «Номинист», номинально, то есть по доверенности, владеет фирмами из разных уголков мира, чтобы помогать владельцам реальным этих фирм сохранять свое инкогнито. Что этим владельцам и удавалось? Но только до того времени, как за них взялся наш Олесь Ярошевич. Олесь нашел, что в 2019 году в одном из своих отчетов, это киприотская фирма «Рослатон», указывает аффилированное, то есть связанное лицо. И лицо — это эмиратская компания «Петротрейд». А ее мы хорошо знаем. Через нее так называемый белорусский табачный король Алексей Алексин гонял через Литву сигарету в Россию с белорусской государственной фабрикой «Неман». Напомним, Алексин под западными санкциями как кошелек Лукашенко. В том числе за то, что Лукашенко дал ему монополию на сбыть сигарет с государственной табачной фабрики «Неман» и позволяет выводить эти государственные доходы в офшор в Арабские Эмираты. А владелец «Петротрейда» — это сын Алексина Дмитрий. Олесь позвонил Дмитрию Алексину, и у них состоялся вот такой вот разговор. Хотел узнать насчет вашего бизнеса «Казино Шангрила». Как там обстоят дела? А то ходит информация, что его вроде как и собираются временно закрыть. Я ничего не знаю. А что знаете? Работает, наверное. Я этим не увлекаюсь. В смысле не увлекаетесь? «Казартыми играми». Ну, просто я вижу, что там есть доля у вас. Ну, обратитесь туда, там есть управляющие, все скажут. А это Ботчер вас позвал в долю с Огородниковым. Кстати, как только компания Алексина-младшего засветила среди связанных компаний совладельцев Шангрила, фирма «Рослатан» в том же году исчезла из учредителей этого казино. И на этом месте появляется другая фирма «Демистат», тоже зарегистрирована на Кипре. Сейчас «Демистатом» владеет какой-то киприот Саввас Геалурис. Он также является одновременно и директором, и секретарем в еще нескольких офшорках. И очень похоже на номинального владельца всех этих фирм от имени какого-то офшорного провайдера. Но какого офшорного провайдера и кто за ним стоит? Смотрим, кто основал этот «Демистат». Опа! Знакомая киприотская фирма «Теналет». А ее владелец, опять же, знакомое нам лицо Виктория Дунчени. То есть, тарам! Мы теперь знаем, что «Финку Демистат», который является совладельцем «Шангрела» в Беларуси, основал офшорный провайдер «Любен». К расследованию «Любена», этого менеджера «Финок», нас подтянул несколько лет назад наш давний партнер, настоящий литовский Шерлок Холмс Шарунос Черняускас, главред литовского расследовательского портала «Сиена». Он первый напал на эту тему, потому что «Любен» основали литовцы, в том числе, чтобы помогать белорусским прикорытникам прятать свои доходы, уведенные из белорусского бюджета. Итак, Шарунос копался с этими литовскими «Финками» и, распутывая этот клубок вот этих офшорных цепочек, он наткнулся на дом в Вильнюсе, где по документам ожидал увидеть деловой центр, в котором заседают владельцы бизнес-империи. Но все оказалось немного не так. Это было заброшенное здание, а заседали там, судя по всему, бомжи. Пахнет большими деньгами. Ха-ха-ха, пахнет большими деньгами. Это у Шаруноса такой юмор. На самом деле там воняет бомжатникам. А на бумаге в одной только квартире номер 7 этого дома было зарегистрировано более 50 фирм. И среди них «Лекси Венчурс», принадлежащая кому же, о шок, Алексею Алексину. Предположил, что седьмая квартира была где-то здесь. И в этой квартире в 2012 году свою фирму открыл миллионер из Беларуси Алексей Алексин. Компания называлась «Лекси Венчурс». Почему господин Алексин выбрал именно этот бизнес-инкубатор, было бы очень интересно узнать. Может быть из-за низкой цены на аренду, может быть из-за других причин. Алексин купил и зарегистрировал на эту фирму квартиру. Не в бомжатнике, а уже нормальную. И в этой квартире подконтрольный Любановский фонд зарегистрировал еще две финки. Через которые они прогнали почти 50 миллионов евро. Ну а мы со своей стороны, Белорусский расследовательский центр, нашли любановские финки на Кипре. Где, как оказалось, они владели одной из крупнейших и наиболее привилегированных логистических компаний в Беларуси. «Газвенчура», которая по факту была связана с «Бременогрупп». А владельцы «Бременогрупп» все те же наши обычные подозреваемые. Алексин, Зайцев, это бывший помощник Виктора Лукашенко, и нефтяник Николай Воробей. Все сейчас под западными санкциями, как кошельки Александра Лукашенко. Кстати, Шангрела фигурировала еще и в российском скандале. Газета «Известия» писала, что после того, как в Москве закрылись игорные дома, эта сеть открыла подпольное казино на территории белорусского посольства в Москве. Незаконный притон в посольстве. МИД Беларуси, кстати, тогда очень возмущался, мол, это все фейк. Но российские совладельцы Шангрела, хотя на публику тогда тоже отрицали свою причастность к нелегальному игорному дому, но следствую вину признали и уплатили штраф. То есть получается, что белорусские дипломаты, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, а именно рассказывать всему миру, откуда на Беларусь готовилось нападение, вместо этого они открывают игорный притон. У меня умерла бабушка. Если не ошибаюсь, вы еще не прибегали к услугам нашей фирмы. Обстоятельства не позволяли. Добро пожаловать. Где же происходит отпевание моей бабушки? Проводи, джентльмена, в часовню. Место номер три. Верно говорят, умирать так с музыкой. Сюда, сэр. Плюс это же заведение открывается в центре Минска, около здания министерств. И совладелец это конспиративный офшорный провайдер, связанный с кошельком Александра Лукашенко. Тут дело даже не в том, что кошелек Лукашенко через цепочку офшорных компаний может выводить свои доходы от Шангрила в офшоры через Кипр. Но в Беларуси они еще и платят со всего этого, как я уже говорил, подозрительно мало налогов. Куда же деваются налогооблагаемые прибыли из казино в Беларуси, спросите вы. И определенные выводы можно сделать по сливам от турок. Вот в прошлом году наиболее успешно Беларусь отыграла казино, которое принадлежит как раз турку Эгемину Мустафе Шенеру. Это Эйдж Казино в гостинице Хилтон на Немиге. Оно открылось в середине прошлого года и за год работы получило прибыли 7,5 миллионов долларов. Гораздо больше, чем старожилы рынка. По словам бывшего сотрудника Эйдж Казино, который поговорил с нами, схема работы выглядела по его словам следующим образом. Граждане Турции, которые хотели съездить в так называемый джанки тур, ну, игровой тур, то есть, они приходили в офис в Стамбуле и там оставляли деньги для игры в Минском казино. В Минске уже они сначала играли на минимальную сумму, а потом получали в обход кассы, пластмассовые фишки и на сумму того своего стамбульского депозита. Финальный расчет проводился по возвращению на родину. И там, если игрок много проиграл, ему могли вернуть до половины проигранного. Ну, за счет экономии, в том числе на налогах. Так делали не только с игроками из Турции, но якобы еще и из Израиля. Документально подтвердить эту схему невозможно, и мы, соответственно, не можем утверждать, что это так на 100%. Но похожую схему нам описывал еще один наш источник из отрасли. Верите или нет, вы уже решайте сами. Если, допустим, выиграл в аппарате, ты не идешь на кассу, ты говоришь, дайте мне эквивалентную сумму фишками, а фишки я несу за шторку, меня за шторкой без 4%. Все деньги проходят через черную кассу. То есть крупные игроки, которые там уже начинаются там, ну там от 10 тысяч долларов и выше, только так, никто через кассу бабки не пробивает, вы что? Касса – это бред. Они показывают просто на бумаге там какую-то прибыль, а основное все проходит черной-черной ногой. Через кассу проходит 10% от реальных детей. Кстати, турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи эгемина Мустафы Шенера, ну владельца H-Casino, с другим бизнесменом Халилом Фаляли, которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре несколько месяцев назад, к сожалению, уже с ним не поговорим. Но наш источник тоже утверждает, что за Шенером стоял Фаляли. А это значит, что именно он и был инвестором Минского H-Casino, исходя из его слов. Еще раз подчеркиваю, мы упоминаем об этом, потому что информация из двух независимых друг от друга источников – нашего и еще турецкой газеты. Но сами мы этот момент не доказали, поэтому, опять же, судите сами. Ссылку на турецкую статью мы оставим в описании. Кстати, раз уж мы говорим о крупных игроках на белорусском рынке казино, то для полной картины расскажем и о тех, которые сейчас самые крупные. Это «Опера» в Минской гостинице «Пекин» и «М1» на границе с Россией. Один из основных акционеров – это, опять же, кипрский офшор «Монари Лимитед». Бенефициаров не раскрывает, но мы нашли реального владельца через Украину. Дело в том, что «Монари» владеет там фирмой «Вутокинвест», а в Украине им пришлось раскрыть своего окончательного владельца. Это оказался российский бизнесмен Андрей Мысливцев, который, в свою очередь, владел еще одной офшоркой, которую ему передал такой Антон Бажанов. А Бажанова называют королем нелегального игорного рынка России. По информации СМИ, до недавнего времени он находился там за это под арестом. Итак, подытоживаем. Лукашенко дал добро на открытие в Беларуси огромного количества казино. Но, якобы, чтобы привлечь средства в бюджет за счет иностранцев. Но, исходя из государственной же прессы, получается, что играют в том числе белорусы, причем миллионы, то есть в основном белорусы. А налоговые поступления в бюджет смешные по сравнению с той же Грузией. Нас терзают смутные сомнения, что львиная их доля идет мимо бюджета. А крупнейшее казино Беларуси связано с кошельком Лукашенко и с российскими и турецкими бандитами. Все через офшорки. Эти подонки в наглую средь бела дня воруют. Ну, разве это нормально? Не нормально. А вы сами играете в казино? И как вы считаете, нужно ли Беларуси столько игорных домов? Поделитесь своим мнением в комментариях. Подпишитесь на наш канал и ставьте лайк с колокольчиком, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. Кстати, каждый из вас может предложить тему нашего следующего расследования. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать. И до встречи!